МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Продолжим сегодня историю ложки. Итак, ложка – это орудие для хлебания, для еды жидкостей. Она же хлебалка, шивырка, едалка. Эти определения, заимствованные из толкового словаря Владимира Даля, настраивают нас, соответственно, на русский лад. В повести временных лет о том, откуда пошла русская земля, под годом 996-м мы встречаем первое в нашей истории упоминание о ложке. Древний летописец говорит, что дружинники князя Владимира в подпитии начинали роптать на своего господина. А упреках был таков – горе головам нашим. Дал он нам есть деревянными ложками, а не серебряными. Услышав же это, Владимир повелел исковать серебряные ложки, сказав так – серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото. Так, буквально с самых истоков истории нашего Отечества, серебряная ложка становится символом особой чести, благополучия и достатка. Однако не только простой народ, но и многие бояре, купцы и посадские обходились в своем быту деревянными ложками. В былые времена на Руси, если миска для еды в народном быту могла быть только одна на всех, то ложка у каждого была своя. Ложки, как и ножи, часто носили при себе в особых путлярах или просто за поясом, или в голенище сапога. Поэтому в народе ходило множество присказок и поговорок, вроде того, что запасливый гость без ложки не ходит. Как правило, каждый крестьянин с детства учился вырезать себе индивидуальный столовой прибор. На Руси существовало множество вариантов деревянных ложек. От грубых бурлатских до тонких и резных остроконечных. Вновь обратимся к авторитету толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Среди прочего читаем, что ложка бывает межеумок, простая русская широкая, бутырка бурлатская, такая же, но толще и грубее, боская, долговатая, тупоносая, полубоская, покруглее той, носатая, остроносая, тонкая, вообще тонкой, чистой отделки. Некоторые старинные названия ложек можно пояснить. Ложка боская – это деревянная ложка, продолговатой формы, с тупым носом и резным черенком, украшенной росписью. Ложка бурлатская – деревянная, большая, грубой работы, без росписи. Ложка корневая – это ложка, изготовленная из корня дерева. Ложка писаная – деревянная ложка, украшенная росписью. А вот ложка полубоская – это ложка более округлой формы, чем боская, но с простым черенком и без росписи. В 19 веке в России складывается особый кустарный промысел – лошкарное ремесло. Промысел этот был весьма доходным и развивался очень быстро. По этому поводу энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона сообщает. Ложки выделываются у нас приблизительно в количестве не менее 150 миллионов штук. Преимущественно в губерниях Нижегородской, где в Семеновском уезде лошкарный промысел – единственный источник пропитания, и отчасти Костромской и Вятской. Две трети лошкарей занимаются своим промыслом от Покрова до Пасхи – это 150 дней, не покидая земледелие. Материалом для ложек служат осина, береза, отчасти ольха и рябина, и изредка лишь клён и пальма, то есть самшит. А в западных губерниях и на Кавказе – груша. У мастеров лошкарей появилась своя специализация. Одни лошкарей вырезали, а другие расписывали ложки. А вот подмастерья, как правило, это были дети 7-9 лет, в это время били баклуши, то есть обтёсывали отрубки. Один конец этих чурбанчиков делался округлённым или продолговатым, а другой просто срезался. Работа эта считалась пустячной. Отсюда и пошло крылатое выражение «бить баклуши». Ложка на Руси – это не только хлебалка для поедания похлёбки. Как и большинство предметов традиционной культуры, ложка – вещь многофункциональная, а её ударные качества оценили очень рано. В бытовой ситуации ложка могла стать инструментом воспитания для тех, кто пытался раньше батьки опустить свою ложку в миску с едой. Но особенно звонко ударные качества ложки слышны, конечно, в народной музыке. Звук извлекается путём ударения друг о друга с задних сторон черпаков. Как правило, один исполнитель использует три ложки, две из которых закладываются между пальцами левой руки, а третья берётся в правую. Удары производятся третьей ложкой по двум в левой руке. Самые звонкие ложки делали из клёна. У таких ложек особенно яркий звук и отменная прочность. В церковном обиходе существует совершенно особый род ложки, именуемый по-церковно-славянски «лжица». Этой ложкой священник преподает верующим из чаши святые дары, то есть тело и кровь Христа. Ложка для причастия появилась в Византии в VII-VIII веках. Только называлась она тогда не ложкой, а клещами, поскольку символизировала те самые клещи, которыми по свидетельству Библии Серафим взял раскалённый уголь и коснулся уст пророка Исаии. С бытовой ложкой связан целый пласт народной традиционной культуры. Существовали особые правила пользования ложкой. Перед едой ложки клали обычно выемкой кверху, что означало приглашение к еде. После же трапезы ложки переворачивали. После каждого зачерпывания еды из общей миски ложку облизывали с обеих сторон и снова опускали на стол. Проживав пищу, вновь брали ложку со стола и черпали ею из миски. А тот, кто не выпускал ложку из рук, считался прожорливым. Во время поминальной трапезы ложку за каждым приёмом пищи нужно было класть на стол, чтобы ею ели деды, то есть предки. Класть ложку нужно было непременно выемкой вверх, иначе покойники перевернутся в могилах лицами вниз. Ложка, оставленная на столе на поминках, символизировала одного умершего члена семьи. А много ложек – всех умерших родственников или семью в целом, и живых, и мёртвых. После поминок все ложки складывались в кучу и оставлялись до утра на столе, чтобы на том свете все могли быть вместе. Ложка в народной русской культуре ассоциировалась обычно с женским началом. По известной примете, если упадёт ложка или вилка, то придёт женщина, а если нож, то мужчина. Соблюдались различные приметы, связанные с ложками. К примеру, нельзя было ставить ложку так, чтобы она опиралась черенком на стол, а другим концом на тарелку, так как по ложке, как по мосту, может пробраться нечистая сила. Не разрешалось стучать ложками по столу, так как от этого лукавые радуются и скликаются на обед злые дни, то есть зловредная бесовщина. Нельзя класть на стол лишнюю ложку, иначе будет лишний рот или сядет за стол нечистая сила. А вот такое выражение, как он родился с серебряной ложкой во рту, заставляет нас вспомнить о другом почтенном обычае. Собственно, так говорят о счастливчике, который имеет богатых родителей или родственников. Хорошо, но при чём тут ложка? А вот при чём. В 15 веке в Европе появились так называемые апостольские ложки. Это были, как правило, ложки из серебра, а их черенки венчали фигурки апостолов или других христианских святых. Апостолов, ближайших учеников Христа, было, как известно, в общей сложности 12. Соответственно, 12 оказалось и апостольских ложечек. Эти ложки также было принято дарить младенцам на крестины и детям на Рождество. Но только одна из 12 ложечек была серебряной, и то в наборе от состоятельных крёстных родителей. Более скромные люди дарили меньшее количество ложечек, ну а самые бедные – одну единственную ложку из простого металла. Так что серебряная апостольская ложечка при рождении – это отличный стартовый капитал на будущее. Ну а безоблачное будущее самой ложки, похоже, и так прочно гарантировано. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова